Здравствуйте, с вами вновь Александр и в преддверии лета мы продолжаем с вами изучать летние коляски. И сегодня мы с вами будем рассматривать интересную трость от компании Аппо Бэйби. Модель называется G-LUXE. Вот коляска Аппо Бэйби G-LUXE и немножко о технических характеристиках. Она предназначена детям с 6 месяцев до 5 лет и максимальный вес ребенка не должен превышать 25 кг. Это в принципе достаточно серьезная заявка с учетом того, что сама коляска весит всего 5,6 кг. Так что теперь перейдем к самому обзору коляски. Начнем мы с ручек. Ручки здесь классические. Здесь две ручки. Обе они прорезиненные. Хват в принципе достаточно удобный. По высоте ручка не регулируется. Рост у меня 1,86 кг и с моим ростом это четко как надо. Я думаю даже если бы чуть пониже был бы человек, в принципе тоже было бы удобно достаточно. Что касается козырька. Козырек здесь выполнен из двух частей, скажем так. Это материал тактильно, кстати, очень приятный. И здесь есть такая хитрость. Вот дополнительная часть, она убирается, если она не нужна. А если какое-то солнышко яркое, здесь специально отражающий ультрафиолет. Есть дополнительный козырек. Очень интересная фишка. Вот. Также на ручке мы видим здесь комплектацию входит подстаканник. Мелочь, но очень даже приятная летом. Кстати, еще не сказал, чтобы зафиксировать козырек в таком жестком состоянии, здесь есть специальные натяжители. Зафиксировали и ветер никак ее не сложит. Разблокировали и можно убирать козырек, если он вам не нужен. Вот. Что мы имеем еще? Насчет самого сидения. Коляски, оно выполнено из ткани тоже тактильно очень приятной. И чувствуется, что ткань натуральная. И здесь сверху положен такой, знаете, как матрасик. И он достаточно мягкий. Поэтому комфортно ребенку здесь будет 100%. Реально, очень мягенький, приятный матрасик. Вот. Также для комфорта здесь есть у нас такая вот своего рода подножечка, которая нажимаем кнопочки и убирается вниз. Вот таким образом это выглядит. Если ребенок уснул, мы ее поднимаем и опускаем спинку. Сейчас я вам покажу, как это делается. Здесь не ременная система, а жесткая фиксация спинки. Нажимаем кнопку и опускаем ее. После чего можно натянуть вот эту накидку и тем самым оградить ребенка от ветра сзади. Вот как это выглядит все уже в разложенном виде. Убирать обратно все тоже очень просто. Просто поднимаем физически ее и все. Здесь по сути три положения. Максимальная, средняя и полностью лежачая. Все. Что касается безопасности в этой коляске, здесь классическая система пятиточечных ремней. Единственное, что мне не понравилось, здесь нету мягких накладок на плечевую зону ребенка и на паховую зону ребенка. Здесь тоже нет накладки. На мой взгляд это минус. И что касается шасси. Коляски и шасси здесь металлическая, алюминиевая. И собрана коляска очень хорошо. Здесь, если так ее всю подергать, то чувствуется, что она хорошо собрана. Сбитая коляска. Нету ощущения расхлябанности абсолютно. Она крепко, хорошо, качественно собрана. И также есть здесь багажный отсек. Единственное, что мне не нравится, к нему очень, на мой взгляд, такой неудобный сделан подход. Здесь высоко получается расположена сетка. Вот это видно. И сюда что-то ложить, особенно если ребенок лежит, ну крайне сложно. Нужно обязательно посадить и только как-то вот что-то сюда ложить. И сам размер багажного отделения небольшой. Что мы еще имеем на раме? Это колеса. Колеса здесь двойные. Везде двойные колеса. Они не надувные, соответственно. Это пластик. Достаточно мягкий пластик. И плавность хода за счет того, что колеса не деревянные, относительно нормальная. Передние колеса, как обычно в большинстве колясках, они поворотные с возможностью блокировки. Если какая-то неровность, спокойно заблокировали и проезжаем неровность. Все очень просто. Также на раме есть еще и подножка для ног, когда ребенок уже подрастет, ноги будут уже длиннее, и он сможет спокойно сюда ложить ножки. Вот. Складывается это все вот кнопочками снизу. Дальше. И что касается того, как эта коляска складывается. Нет, давайте сначала покажу вам, как здесь работает тормоз. Здесь педаль тормоза есть на каждой из сторон на задних колесах. Блокируем. Если мы одно блокируем, то блокируется, соответственно, одно колесо. Здесь каждое колесо нужно блокировать отдельно. Все, нажали оба, заблокировали оба. Отгибаем. Все, едем дальше. Вот. И что касается комплектации этой коляски, сюда входит, как я уже говорил, только подстаканник. Больше ничего. И теперь покажу ее интересную фишку, на мой взгляд. Покажу, как она складывается. Для того, чтобы сложить, здесь по краям есть такие вот отверстия под пальцы с другой стороны. Есть дополнительная кнопочка. Нужно нажать кнопочку и потянуть за них, сложив коляску. И для удобства здесь специально сделана снизу подножка, чтобы вы могли поставить эту коляску где-нибудь там за дверью, еще что-то. На самом деле очень удобно. И не будет она у вас где-то плашмя лежать. Чтобы разложить коляску, нужно разблокировать вот здесь фиксатор. Нажимаем, разблокируем, опускаем. И чтобы ее зафиксировать в нужном положении, здесь есть специальная педаль. Разнажали ее, коляска полностью разблокировалась, встала в свое рабочее положение. И все. Вот. Это, в принципе, все, что я хотел рассказать про эту коляску. И теперь подведем небольшой итог. Что понравилось мне в коляске? Если изучить трости в целом, то мало какая трость с таким весом выдерживает ребенка до 25 кг, аж до 5 лет. Это говорит о ее запасе прочности. Поэтому в плане надежности, я думаю, здесь все в порядке. Плюс мне понравилось то, что в коляске есть специальный отражающий ультрафиолет, дополнительный козырек. И еще мне понравился матрасик. Она реально очень мягенькая и комфортная. Вот. Это вот мне все понравилось. Что не понравилось? Мне не понравилось, как реализована здесь вся система с багажным отсеком. Ну, реально неудобно. На мой личный взгляд, мне здесь кажется, ну, можно что-то положить, но все это что-то не то. Ну, вот. И еще, кстати, пока не забыл, хочу показать вам, для чего здесь вот этот ремешок. Для этого сейчас мы ее опять сложим с вами. Фиксируется. И вот. Есть такой ремешок, благодаря которому вы можете ее спокойно переносить. Мне кажется, очень удобно. Вот. Ну, это, собственно, все, что я хотел вам сказать. И если вам понравилось это видео, вы ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И в заключение хочу, единственное, еще поблагодарить магазин «Первая коляска», который предоставил нам коляску для нашего с вами сегодняшнего обзора. Ну, а вам, собственно, всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.